Уважаемый Евгений Владимирович, уважаемые коллеги, во-первых, спасибо огромное за то, что нас пригласили на очень интересную эту конференцию. И мы действительно хотим немного рассказать о том, что могут сделать радиотерапевты при лечении больных раком лёгкого, в том числе и в первую очередь, наверное, больных ранними стадиями рака лёгкого, хотя это звучит немножко неожиданно, поскольку привыкли, что при ранних как раз стадиях рака лёгкого обходится без радиотерапевтов. Если говорить о стереотоксической лучевой терапии, самый важный, наверное, момент заключается в том, что это метод лучевого лечения, который преследует радикальные цели. То есть стереотоксическая лучевая терапия, её основная задача – излечить больного от основного заболевания. Это очень важный и очень существенный момент, но при этом этот метод абсолютно неинвазивный. Хотя это не, конечно, вот эти хиропрактики врачей, я забываю всё время, которые без ножа начинают оперировать. Хироманты. Как они называются? Хироманты. Хироманты, да, ну, я просто забываю всё время. В чём основная особенность вообще этого метода? Это чрезвычайно короткий курс лучевой терапии. Он занимает неделю примерно, ну, с подготовкой, может быть, дней 7-8. Даже, возможно, облучение в амбулаторном режиме, хотя хочу сказать, что мы, конечно, этих больных обязательно укладываем в стационар, но в целом они переносят действительно лечение достаточно легко, и представить себе, что их лечат в амбулаторном режиме можно. На Западе есть клиники, которые используют это лечение и в амбулаторном режиме в том числе. Очень приличная переносимость. Пульмониты, особенно тяжёлые пульмониты, встречаются, но достаточно редко, но вот из наших больных мы видели его у первого пациента в одном случае, по сути дела, хотя уже сейчас у нас опыт не очень большой, но он уже перешагнул 20 больных. Надёжный локальный контроль. Если подводятся адекватные-адекватные дозы, а доза, которую мы подводим эквивалентно 100 грей и выше, это очень большие дозы, то они, конечно, обеспечивают надёжный локальный контроль над опухолевым процессом. Я покажу дальше результаты исследований, которые подтверждают вот этот тезис. Ну и, конечно, очень важное преимущество – это то, что мы можем лечить пациентов с довольно серьёзной сопутствующей патологией. Надо сказать откровенно, что, конечно, к нам в первую очередь отправляют тех больных, кого прооперировать трудно или невозможно. У меня даже дыхание перепёрло. Конечно, это пациенты, которые тяжёлые, у которых перспектив не очень много, и мы даём им возможность получить радикальный метод лечения, который обеспечивает надёжный локальный контроль. Это огромное достоинство этого метода. Что нам нужно для того, чтобы мы могли начать стереотоксическую лучевую терапию? Мы всё-таки у больных немелкоклеточным раком лёгкого, конечно, нуждаемся в верификации диагноза, для того, чтобы быть уверены, что это всё-таки немелкоклеточный рак лёгкого. Очаги, которые мы можем лечить с помощью стереотоксической лучевой терапии, они относительно небольшие. Мы не берём на лечение пациентов с размером очага более 5 см, потому что нам просто уже при таких больших очагах довольно сложно подвести высокие дозы без серьёзных осложнений. Безусловно, мы не берём пациентов с поражением лимфоузлов по той простой причине, что всё наше лечение направлено на первичный очаг, и, конечно, это должны быть больные, у которых подтверждено отсутствие изменения в региональных лимфоузлах. Ну и пациенты должны иметь возможность неподвижно лежать на столе при проведении сеанса лучевой терапии, который длится по-разному, но в целом мы ориентируемся примерно на 20-30 минут, поэтому пациент должен быть способен находиться в горизонтальном положении 30 минут. Ну и, конечно, отсутствие воспалительных изменений. Если говорить о том опыте, который сейчас имеется, ну, в основном, конечно, когда говорят о стереотоксической лучевой терапии немелкоклеточного рака лёгкого или солитарных метастазов лёгких, рандомизированных исследований почти что нет. В основном все крупные анализы – это метаанализы, и метаанализы указывают на то, что, во-первых, показатели выживаемости и показатели локального контроля при стереотоксической лучевой терапии и при хирургическом лечении в сопоставимых группах больных, они достоверно не отличаются. То есть, по сути дела, мы на основании метаанализов можем говорить о том, что вот у этой избранной категории больных стереотоксическая лучевая терапия является адекватной альтернативой хирургического метода лечения. Были осуществлены попытки рандомизированных исследований, которые бы смогли, в общем, более уже объективно дать ответ на этот вопрос. Всего было два таких исследования. Оба были закрыты раньше времени, потому что очень трудно было набирать больных. Поскольку всё-таки проведение стереотоксической лучевой терапии, ну, в развитых западных странах это уже, в общем, воспринимается более обыденно, но в Российской Федерации это кажется несколько экстравагантным решением на сегодняшний день. Поэтому набрать достаточное количество больных и закончить эти рандомизированные исследования не удалось. Но вот была предпринята такая очень интересная попытка, когда из этих двух рандомизированных исследований больные были вместе, сгруппированы все вместе. И был такой своеобразный метаанализ двух этих рандомизированных исследований. Выполнен он был Чангом, опубликован в Ланцете в прошлом году. И вы видите, что любопытные вещи. В принципе, скажу сразу же, результаты по выживаемости и локальному контролю, они достоверно не отличались. Но вот выживаемость немножко лучше была после стереотоксической лучевой терапии, потому что просто у оперированных больных было две послеоперационные смерти. Они несколько ухудшили статистику выживаемости. Но что касается выживаемости, свободной от прогрессирования основного заболевания, она была практически идентичной. Локальный контроль был практически идентичным. Вы видите, все графики, они идут, по сути дела, параллельно. Что очень важно, я хотел бы остановиться на следующем тоже исследовании, который чрезвычайно интересным и важным является для нас. Потому что, конечно, все равно, когда мы берем пациентов на стереотоксическую лучевую терапию, несмотря на то, что я говорил, что мы можем лечить пациентов и больных с выраженной тяжелой коморбидной патологией. То есть пациентов после инфарктов миокарда, с единственным легким и так далее и тому подобное. Но все равно мы опасаемся, что при выраженных нарушениях функции внешнего дыхания осложнения после лучевой терапии могут быть либо очень тяжелыми, либо фатальными. Так вот этот метаанализ показал, что все-таки тяжесть осложнений, частота осложнений после стереотоксической лучевой терапии не связана напрямую с функцией внешнего дыхания. И, по сути дела, авторы говорят о том, что у пациентов уже с компрометированной функцией внешнего дыхания, их можно брать на стереотоксическую лучевую терапию, и они являются подходящими кандидатами для этого вида лечения. Для нас это, безусловно, чрезвычайно важно, потому что как раз именно эти больные в первую очередь и приходят к нам на консультацию. Если говорить о результатах тех, которые на сегодняшний день доступны в литературе, ну вот эта вот любопытная очень работа, которая была сделана итальянскими исследованиями, как раз сегодня говорилось о том, что итальянцы любят метаанализы, но это не совсем метаанализ, они просто собрали литературные данные и показали, что в среднем все-таки, если сравнивать сопоставимые группы, которые подвергались хирургическому лечению, чаще всего это была лобоктомия, и стереотоксической лучевой терапии, то действительно показатели выживаемости локального контроля, они сопоставимы и существенно не отличаются. Это вот продолжение этих данных. Я просто подробно на них останавливаться не буду, кому интересно, тот, наверное, сможет посмотреть уже там в интернете или попросить у нас, мы с удовольствием их дадим. Вот это еще один метаанализ, который тоже показал о том, что действительно результаты сопоставимы, особенно с точки зрения локального контроля. Но единственный нюанс заключается в том, что, к сожалению, после стереотоксической лучевой терапии, все-таки, особенно если это крупное образование, мы чаще видим регионарные рецидивы. То есть поскольку регионарные лимфоузлы оказываются вообще абсолютно вне поля нашего воздействия, то там, если есть поражение, то оно реализует себя. И вот тут надо быть очень осторожным. И, конечно, хорошо, когда мы получаем больных, которых стадировали адекватным образом. Ну, лучший вариант – это ПЭТ-КТ с нашей точки зрения. Ну, вот мы выполняем АФЭК-КТ с технитрилом, который тоже очень хороший, очень эффективный метод диагностики. Что касается размеров. Размеров и дозы. Вообще классически считается так. На всех конференциях, где выступают и рассказывают о стереотоксической лучевой терапии, всегда говорят о том, что есть две дозы. Доза меньше 100 грей, эквивалентных облучению в дозе 100 грей в режиме по 2 грея. И доза выше 100 грей. Всё, что выше, обеспечивает надёжный локальный контроль. Всё, что ниже, не обеспечивает надёжного локального контроля. Поэтому, откровенно говоря, в нашей практике мы, конечно, стремимся всегда этот 100 грейвский рубеж перейти. Но вот в литературе я нашёл только одно такое достаточно серьёзное исследование, где было показано, что у пациентов с объёмом образования больше 1 кубического сантиметра, доза больше 80 грейвов, она достоверно повышает показатель локального контроля. То есть доза имеет здесь большое значение, конечно. И вот это как раз основное преимущество стереотоксической лучевой терапии, что очень точное облучение, оно позволяет подводить очень высокие дозы и обеспечивает надёжный локальный контроль. Если говорить о том, насколько влияет локализация опухолевого очага на эффективность нашего лечения. Но было время, когда начиналась стереотоксическая лучевая терапия, это было не так давно, 10-15 лет назад, пришли к выводу о том, что центральное образование всё-таки с помощью стереотоксической лучевой терапии лечить не стоит, поскольку очень высок риск осложнений. Надо сказать, что эти времена уже позади, сейчас одинаково часто лечатся и периферические, и центральные образования. Просто здесь режимы подведения дозы, осторожность, некоторые нюансы планирования, они чуть-чуть отличаются. Но в целом, если это периферический очаг, то мы подводим дозу 60 грейв за 3 фракции. Это эквивалентно примерно дозе 120-130 грейв в режиме обычного фракционирования. И если мы имеем периферические очаги с очень прилежащими к ребрам, это частое достаточное явление, или центральная локализация опухолевого очаги, то наш режим подведения дозы немножко меняется, он становится более деликатным, мы подводим 4 фракции, и общая доза равна 54 грей. Но при этом всё равно мы переваливаем за рубеж в 100 грей, в эквиваленте обычному фракционированию, то есть мы всё равно подводим радикальные тумрацидные дозы. Вот это как раз, если говорить о немелкоклечном раке лёгкого, центральная локализация, то это те исследования, которые показали, что всё-таки можно лечить эти сложные для лечения, конечно, локализации с помощью стереотоксической лучевой терапии, достигая надёжный локальный контроль и не сталкиваясь с серьёзными проблемами после лечения, или сталкиваясь с ними достаточно редко. Любопытный очень эффект, но мы сейчас говорим о немелкоклечном раке лёгкого, абскопол-эффект, он, конечно, в большей степени обсуждается тогда, когда мы лечим больных с метастатическим поражением лёгких. В чём он заключается? Идея очень простая. Дело в том, что когда имеются многоочаговые метастатические поражения, начиналось лечение солитарных метастазов с лечения единственного метастаза, но потихонечку эта идеология эволюционировала, и сейчас нередко лечат самые крупные очаги, оставляя остальные очаги уже на попечение химиотерапевтов. Так вот, было замечено, что при проведении стереотоксической лучевой терапии на очаги, в том числе и чаще всего локализованные в лёгком, наблюдается обратный регресс других метастатических очагов. И этот феномен стали довольно интенсивно изучать. Считается, что это связано с токлеточным иммунным ответом, и, по сути дела, в этой ситуации стереотоксическая лучевая терапия выступает в роли своеобразного иммунизирующего агента. Но это любопытный эффект. Мы сами в своей практике пока его не видели, но о нём помним и, в общем, очень любопытно и очень интересуемся вообще изменениями иммунного статуса у больных, которые подвергаются стереотоксической лучевой терапии. Как мы проводим это лечение? Мы всегда, когда осуществляем, планируем стереотоксическую лучевую терапию, и, конечно, осуществляем сбор изображений на КТ, синхронизированных с дыханием, и во время проведения лучевой терапии мы отслеживаем дыхание, и синхронизация всегда выполняется. Я не буду рассказывать детали, это, наверное, в большей степени интересно для радиотерапевтов, но и логичнее это всё представить будет на радиотерапевтических форумах. Но в целом это, конечно, очень кропотливый, очень процесс тщательный, в который включено большое количество людей, с одной стороны. С другой стороны, я бы не сказал, что он очень сложный, и мне кажется, что, в общем, проведение стереотоксической лучевой терапии это достаточно рутинная радиотерапевтическая процедура. Кроме того, мы провели довольно большую работу для того, чтобы понять методически, насколько сложно мы должны сделать этот процесс, что мы всегда ли мы должны синхронизировать с дыханием, нужно ли нам всегда ли использовать синхронизированное с дыханием компьютерные томограммы. Я не буду детали тоже говорить, но в целом скажу, что на сегодняшний день мы рассматриваем эту процедуру как рутинную, и она не очень сложная. Она требует просто достаточной кропотливости, точности выполнения каждого этапа, и тогда она становится повседневной, простой и эффективной. Если говорить о... Сейчас я просто хочу сразу же перейти к некоторым примерам. Нужна ли синхронизация с дыханием? Если говорить о... Я хотел просто показать некоторые примеры, которые позволят подтвердить и сделать мои слова неголословными. О том, что всё-таки тяжёлые больные, они могут получать адекватную радикальную помощь. Но здесь не все пациенты, которых я буду демонстрировать, не все больные были с немелкоклеточным раком лёгкого. Здесь были и пациенты некоторые с метастатическим поражением лёгкого. Но суть от этого никак не меняется. Вот, например, больная, у которой очень тяжёлое было течение, там колоректальный рак, метастазы, которые на определённом этапе отвечали на химиотерапию, потом они перестали отвечать на химиотерапию. Была выполнена пульмоноктомия в нашем институте, появился новый метастатический очаг, который рос на фоне проводимой химиотерапии. Ну и мы в качестве терапии отчаяния решили провести стереотоксическую лучевую терапию. Было это уже более года назад. Надо сказать, что она очень хорошо перенесла эту процедуру. До настоящего времени процесс контролируется, и новых очагов в лёгких не появлялось. Но, правда, через год у неё появились метастатические изменения в поджелудочной железе. Учитывая то, что всё-таки пациентка без одного лёгкого, и поджелудочная железа – это такой, в общем, не самый простой орган для оперативного лечения, мы провели стереотоксическую лучевую терапию на метастатические поражения поджелудочной железы, верифицированные, естественно. То есть это вот тот случай, когда одна пациентка, она дважды прошла стереотоксическую лучевую терапию, причём разных очагов. Но это вот очень простой случай. Это случай простой, не мелкоклещенный рак лёгкого, периферическая локализация – это то, что лечить приятнее всего. Вот таких больных вот с такими изменениями, конечно, лечить одно удовольствие, просто подводить дозу, и здесь было подведено 3 фракции по 20 грей, ну, естественно, они обеспечили надёжный локальный контроль. Вот эта пациентка, у которой… Или пациент, я не помню пол, честно говоря. У которой вы видите, всё тоже это периферическая карцинома, в принципе, всё просто, но она расположена достаточно близко от ребра. Для того, чтобы не получить некроза ребра, это осложнение не фатальное, но очень неприятное. Это достаточно болезненный процесс. Мы вынуждены были немножко изменить режим фракционирования, но всё равно была подведена радикальная доза, достигнут стойкий локальный контроль. Ну и, наконец, несколько примеров центральной локализации очагов, чтобы показать, что действительно это возможно. Вы видите, здесь сосудистые структуры близко, бронхиальное дерево недалеко, но это не помешало подвести 3 фракции по 20 грей и достигнуть достаточно… Ну, правда, здесь время наблюдения за этим больным ещё не очень большое, там несколько месяцев, но пока что всё стабильно и всё надёжно. И, наконец, последний пациент, которого я хотел тоже показать, это пациент с метастатическим поражением, но он интересен тем, что там было проведено 2 сеанса стереотоксической лучевой терапии, потому что у него имелось 2 очага метастатических – в правом и в левом лёгком. Вы видите, сначала мы облучили центрально локализованный очаг, который был прямо рядом с дугой аорты, и планировать его было достаточно трудно, и мы, в общем, опасались осложнений, но, тем не менее, он перенёс лечение очень легко, и никаких осложнений, по счастью, мы не получили. Здесь подводилась доза за 4 фракции, по 13,5 грей каждая. И потом, через некоторое время, мы ему облучили метастатические изменения уже в другом лёгком, оно периферической локализации, достаточно простое для облучения, там был режим фракционирования 3 фракции по 20 грей. Ну, здесь мы не ждём вообще никаких неприятностей по той простой печенье, что доза очень высокая, и практически, когда мы можем себе позволить провести облучение в режиме 3 фракции по 20 грей, мы очень редко можем ожидать каких-то неприятностей локальных. Если подытожить всё то, что было сказано, ну что можно сказать, что стереотоксическая лучевая терапия, мы уверены, конечно, что этот метод, который имеет большое будущее, потому что это эффективное, безопасное, и самое главное – радикальное лечение, локальный контроль, вероятнее всего. Мы здесь вынуждены апеллировать к данным литературе, поскольку наши наблюдения пока что достаточно короткие, сопоставим с хирургическими методами лечения. Метод действительно хорошо очень переносим, это мы можем уже сказать с уверенностью. Ну и мы надеемся, что вот такие ещё маленькие дополнительные преимущества, как обскопл-эффект, может быть, ещё что-то, сделают его ещё более интересным в глазах и хирургов, и химиотерапевтов. Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Николаевич. У кого возникли вопросы? Да, Николай Федорович. Какие всё-таки показания к стереотоксической лучевой терапии? Когда, на ваш взгляд, предпочесть оперативное вмешательство, когда лучевую терапию? И какие противопоказания прямые к этой терапии? Тут можно сказать два раза спасибо, потому что спасибо за вопрос, и спасибо за такой прекрасный вопрос. Если говорить о показаниях, то мы рассматриваем все локализованные... То есть я бы сказал так. Больных с локализованным поражением без доказанного вовлечения, с доказанным невовлечением региональных лимфоузлов, то есть, иначе говоря, Т1 и 0 и небольшая группа Т2 и 0 с первичным очагом менее 5 сантиметров, мы готовы брать на стереотоксическую лучевую терапию. Вот всех этих пациентов мы готовы рассматривать в качестве кандидатов. Ну, я дополню. Давайте, Николай Федорович, я конкретный. Даже с охранных молодых больных... Нет, 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 нет. Значит, тут ситуация какая? Естественно, поскольку эти больные попадают к хирургам, то, конечно, их оперируют. С охранных молодых больных. Можно я дополню ваш ответ? Неоперабельных больных, либо операбельные, которые отказываются от хирургического лечения. То есть с небольшими образованиями есть небольшой контингент больных, которые отказываются, действительно отказываются от хирургического лечения. Хотя по всем вторичным признакам пациент переносит лобоктомию, но отказывается. И тогда мы предлагаем лучевую терапию как альтернативу. И если, особенно, когда мы не можем предложить даже торкоскопию. У нас первая пациентка, которая при пункции, настолько выраженный хобл был для подтверждения того, что это все-таки рак, мы выполнили трансторакальную пункцию. Мы получили легочно-кожный свищ, который не могли купировать в течение месяца. Настолько бульозная эмфизема была выполнена. И, кстати, у этой пациентки уже больше года, сколько наблюдается, Олег Юрьевич? 14 месяцев. Без признаков прогрессирования. Но эта пациентка нам, так скажем, много стоила с точки зрения даже диагностики. Поэтому, если с точки зрения показаний, это неоперабельные пациенты, либо те, которые отказались от хирургов. Это так, хирургические показания хирургов. Но на самом деле, действительно, мы берем таких больных. Но если бы нам развязали руки, то мы, конечно, бы себя вели, как вы знаете, намного смелее. Но с урологами еще нет у вас? Нет, нет, у нас, конечно же, нет таких. Но дело в том, что с урологами там действительно есть очень серьезные преимущества у лучевых методов лечения, которые мы отстаиваем. Здесь есть один нюанс очень серьезный. На самом деле, я это сказал, сказал намеренно, безусловно. И немножко могу улыбнуться, потому что это преувеличение в некотором смысле. Безусловно. Дело в том, что проблема заключается в том, что мы уверены в том, что если образование меньше 5 сантиметров, и мы подвели адекватные дозы, что мы обеспечим локальный контроль. Хотя, наверное, могут быть случаи и неуспеха. Но мы никак не можем, ничего не можем сделать с регионарными лимфоузлами. Вообще ничего не можем с ними сделать. То есть мы не знаем, что в каком... Можно тогда сразу вопрос. Вы говорите, обскопал эффект, да? То, что один метастаз облучаем, другие уменьшаются. Почему же такого не наблюдается при метастатическом поражении лимфоузлов? То есть есть первичная опухоль, которую вы облучаете, а рядом лимфоузлы, которые предположительно метастатические. Они должны, по идее, обскопал эффектом тоже погибнуть. Но почему-то прогрессируют больные после лучевой терапии за счет вот этих лимфоузлов. Это логично абсолютно. Дело в том, что вообще обскопал эффект, я его просто показал, потому что это очень любопытная вещь. Он редкий. Это тоже очень серьезная вещь. То есть мы не знаем, у кого это будет, у кого-нибудь. Это единичное наблюдение, но сейчас их уже там несколько десятков. Но, конечно, это феномен, который встречается далеко не всегда. И, к сожалению большому, действительно, если бы это было так, то мы могли бы на это рассчитывать. Но практика показывает, что мы на это рассчитывать не можем. Встречное предложение. У нас есть пациенты, вы знаете, что мы много занимаемся пациентами, у которых метастатическое поражение. Давайте 2-3, особенно которые неоперабельны. Мы готовы дать вам предоставить больных, которые вы один метастаз облучите, а мы будем за другими наблюдать. Но я с удовольствием этот вопрос обсудил. Нет, но это будет интересно с точки зрения показания. Может, действительно это так. Потому что, насколько я знаю, если даже при метастатическом поражении, у нас радиологи берут при только наличии одного метастаза. Если 2-3, уже 2-3 очага, ну это нелогично, в принципе. И мы сами направляем к вам, вы знаете, что и после даже пневмоноктомии мы направляем для стереотаксиса. А у кого какие ещё вопросы возникли? Давайте Андрей Иванович. Уважаемый Сергей Николаевич, я тоже поставщик регулярно таких пациентов. К вам действительно удивительный эффект. Вы действительно сопоставимы с хирургическим лечением. Я совершенно согласен. Другой вопрос, что для этих функционально неоперабельных больных с тяжёлой действительно сопутствующей патологией, вот тот случай, который привёл Евгений Владимирович, масса пациентов, которых страшно трогать даже в плане трансторакальной биопсии, сотовая лёгкая, даже в общем наших роботизированных методик ненависти. Всё равно вляпаешься, они и так на грани, там ОФВ-1 в 30, фракция выброса 35. Можно ли всё-таки в ряде случаев, когда явная клиническая картина, без верификации проводить? Как вы к этому относитесь? Ну, в принципе... Вы знаете, это вопрос очень... Ну, хороший очень вопрос, провокационный, конечно. Мы одно время не брали тяжёлых больных. Вот на первых порах мы всё-таки старались очень тяжёлых больных не брать. Но Евгения Владимировичу отказать трудно, поэтому вот у нас были пациенты очень тяжёлые, действительно. Мы думали, что они не переживут стереотоксическую лучевую терапию. Потом стало понятно, что это метод хорошо переносимый. То есть они её переживают и, в общем, даже не очень чувствуют. Наверное, это всё-таки надо в каждом конкретном случае обсуждать. Может быть, в каких-то отдельных случаях, если консилиум принимает решение о том, что нет сомнения в том, что это опухолевый процесс, и что он требует лечения, в противном случае больной погибнет, наверное, в этой ситуации можно было бы принимать такого рода решение. Я бы с удовольствием это сделал, по крайней мере. Но пока что мы просим верификации. Поэтому я, с сожалению, вначале говорил о том, что мы всё-таки нуждаемся в морфологической верификации, хотя действительно основной контингент, основные пациенты, которые к нам приходят, это те больные, которых и верифицировать-то страшно. Да, Николай Федорович. Вы считаете, что результат сопоставимый, то если правильно будет для компании, то больные будут идти сразу к вам, и на вопрос, были ли они у хирургов, они скажут им, хирургам лишь бы резать. Как Вы считаете, правильно, если больные будут идти к вам, или всё-таки сначала должны они побывать у хирургов? Вы знаете, поскольку эволюционирует метод, и он стал уже более или менее, ну не то чтобы рутинным, но уже хорошо известным, в первую очередь в европейских странах и Соединённых Штатах Америки, там всё-таки удалось организовать и там, и там рандомизированные исследования, которые сейчас в полном ходу. Я бы, наверное, предпочёл вот на этот вопрос, если серьёзно отвечать на него, то я бы предпочёл на него ответить тогда, когда мы получим данные этих рандомизированных исследований, и если они дадут положительный ответ и покажут, что действительно сопоставимые результаты с точки зрения выживаемости, то я бы ответил на него положительно. Но на сегодняшний день, конечно, я этого серьёзно, если отвечать на этот вопрос, я, безусловно, серьёзно сказать «да» не могу, потому что вот сейчас я считаю, что всё-таки эти пациенты должны попадать к таракальным хирургам, таракальные хирурги принимают своё решение, если они считают, что риски высокие, мы с удовольствием этих больных возьмём в свои руки. Вот это ответ сегодняшнего дня.